30 апреля 2021 года, пятница. Я в своем лагере под Страсбургом, где я пережил 4 зимы не по своей воле, как беженец. Дневниковая и обо всем. Вчера должен был прийти Мика и принести все мои вещи, которые я оставлял у них на время предполагаемой госпитализации, но меня не госпитализировали. Я хочу забрать все свои вещи у них, чтобы больше нас ничего не связывало, даже символически. Но они не принесли вчера, хотя мы договорились. И в общем-то и сегодня не принесли. И сегодня сам отец их позвонил мне и сказал, что наверное завтра принесут, в субботу. Но буду надеяться. Там не так много вещей. Но там есть дорогие для меня вещи. Дорогие не по цене, а дорогие по памяти. Там есть личные вещи, вещи моих очень близких людей. Почему я их покидаю? Потому что я сюда в Страсбург прибыл только с одной единственной целью. Я обещал Мике, что я помогу их семье. Я приехал и я помогал, как мог. Но все шансы они, так сказать, испортили. Не буду более крепкое слово употреблять. Все шансы они завалили. И все мои попытки им помочь, они не дали мне им помочь. А сейчас им уже нечем помочь. Потому что они уже остаются на милость французов. Уже как повезет. По закону они должны покинуть Францию. В недельный срок, может быть, уже изначально в месячный. Ну и в общем... Я думаю, что их оставят, конечно. Потому что шесть детей. Франция уже много на них потратила денег. Я не думаю, что их будут высылать. Я на них тоже много потратил своих денег. Почему я об этом говорю? Потому что с меня потребует рано или поздно отчитаться, куда я потратил деньги. Я получал здесь во Франции свою российскую пенсию по карточке Сбербанка. И все эти деньги я отдавал этим детям. Потому что они нуждались. И даже больше. По состоянию на лето 2020 года я отдал им все свои деньги. Все свои деньги и все свои силы и все свое здоровье. Я им всего себя отдал. Вот. Ну, ладно. Не буду я дальше про это... Надоело. Я рассчитывал, что когда они мне принесут все мои вещи, больше мы не знаемся. Просто больше мы не знакомы. Как бы если я увижу их на улице, я не подойду. Возможно, я даже не поздороваюсь. Буду их забывать. Это, конечно, больно. Но это необходимо было сделать еще три года назад, когда меня не предали. Хотя, возможно, если бы я был мудрее, мне бы удалось их уберечь от этого. Но, к сожалению, кто из нас предупрежден заранее обо всем? И кто из нас заранее знает обо всем? То же самое я уже третий день сегодня не позвонил своей матери, потому что она начала хамить опять. Вот она опять обрела здоровье немного. Опять у нее есть и деньги, и все нормализовалось. И опять она как бы не думает и на день вперед. И продолжает ту же линию, которую она ввела всю свою жизнь. Тратить все ради того, чтобы... Ну, как Элочка Людоедкина. Ради, так сказать, красоты, так сказать. Завивки, 81 год. Новые шмотки, отдай мне все свои деньги, я куплю шмоток. Ну, и так далее. В общем, нахамила мне и сказала ей не звонить. Ну, я, в общем, делаю то, что она сказала. Я не буду ей звонить. Если она попросит меня позвонить ей через моего друга, ну, пожалуйста, с которым она... У нее есть связь. Я буду звонить. Так что, как бы так я... Не то, чтобы я бросаю там кого-то. Наоборот, меня бросают постоянно эти люди. Я просто как бы... Эту связь сделаю менее... Менее жесткой. Более гибкой и такой растяжимой. То есть я отдаляюсь просто от плохого. Не от этих людей, а от плохого то, что они делают. Конечно, у меня образуется некий вакуум. Без моих детей они все-таки тоже... Отчасти мои были дети. Без детей, конечно, я чувствую вакуум очень большой. Потому что, когда все мои мысли были направлены о том, как им помочь, все-таки шесть детей. Надо подумать о каждом. И я тратил все свое время с пользой. Если, живя в Крыму 2012-2015 годы, я... Вот, ну, особенно 2013 год, когда я уже в Крыму снял квартиру двухкомнатную с Wi-Fi. Я очень интенсивно работал над летописями, над монографиями своими. Я получал удовольствие каждый день, потому что почти каждый день я делал открытия, которые бы потрясали бы человека, который был бы в теме. Удивительное открытие. И я обрел самоудовлетворение, самопризнание, самоуважение. Я был полностью самодостаточен, и я тратил все свои силы на это. Я буквально засыпал с мыслями о моей вот этой работе, с этой информацией, чтобы открыть еще одну загадку. Это было самое продуктивное, наверное, и самое... Несмотря... Все это время, конечно, были лишения какие-то, ну, не было все идеально. Но то время, которое оставляет плоды за собой... О плохом мы забываем, помним только о хороших, об этих плодах. И мы вспоминаем только их. И поэтому нам кажется, что это время было самое лучшее. Вот это время, два года в Крыму, в украинском Крыму, было самое лучшее время моей жизни. Самое лучшее время моей жизни, ну, за последние, допустим, лет 20, наверное. Хотя, конечно, были хорошие моменты до этого. Ну, и вот, надо было еще три года назад, когда они меня предали уйти от них. Ну, мать я, все-таки я... Микке я пообещал еще в Польше, еще в 2016 году, когда он меня провожал в лагере Бява-Подляска, когда меня в безволе отсылали. И я ему сказал, Микка, я вас разыщу, и я вам помогу, как могу. И я о них думал, вспоминал, ну, почти каждый день, наверное, будучи в Австрии. И я их нашел в Австрии по интернету, как и я рассчитывал. Я так Микке обещал, найду вас по интернету. Вот, они сами дали себя найти, так сказать. Так бы я не нашел. И я целенаправленно приехал сюда, в Страсбург. И у меня... Я эту задачу, я не то, чтобы ее выполнил, но я сделал все. И она сейчас закончена. Закончена, потому что французы поставили жирную точку. Все... Много-много отказов. Все. И сейчас они могут остаться во Франции уже по милости французов. Если те вдруг не захотят их выслать. Потому что по закону никаких прав оставаться во Франции они не имеют. Они будут нелегалами очень долго, пока они не пройдут, ну, буквально муки ада, чтобы легализоваться здесь, чтобы натурализоваться. Я уже эти муки ада прошел. И благодаря ада, благодаря именно им, это они сделали здесь ад из моей жизни три года назад. Они могли бы сделать мою жизнь счастливой. Все эти три года я бы мог... Мы могли бы много сделать вместе. Но они ленились. Они не хотели пальцем даже ради себя же даже что-то сделать. А мои сверхусилия, они были невозможны... Они были недостаточны без их участия. Ну, ладно. Дневниковое. Сегодня я закончил текст о чеченце, который приходил сюда, мне помогал. Но он в интернете, видимо, или кто-то ему сказал, или он увидел мои просьбы, чтобы кто-то лагерь посторожил. Зимой он приходил. Потом я его познакомил с главой этой семьи. И там описано, как он меня бросил. Всегда люди поступают так, чтобы их не могли расшифровать другие. Всегда они делают свои поступки такие нехорошие, будучи уверены, что их никто не расшифрует и не поймет все их движения. Все эти хищнические хитрые движения тебя обмануть. И когда они оказываются расшифрованные, и они становятся агрессивны, они негодуют. Негодуют. Я обвиняю тебя во вранье. Ну, я смог понять его движение. И то, что в своей жизни я часто готов пожертвовать ради истины, буквально жизнью, конечно, не так, чтобы прям на пролом в лоб. Но рискуя, сильно рискуя, к этому они не готовы. Им кажется, что человек не предпринял каких-то шагов. А я предпринимаю, и я взламываю эту ихнюю паутину лжи, и им докладываю, чтобы закончить это. И они негодуют и удаляются. И вот он так как бы удалился. И вот этот последний француз, этот, как его, Тьери, тоже я описал. Так, я сейчас ногой стою на бревне и чуть пошатал, пошатнул фотоаппарат. Описал этого человека, который тоже, я познакомился с ним на тропе, 60 лет ему, бывший механик местный. Он сам ко мне пристал, как бы. Вот слово за словом мы разговаривали, и, в общем, он пришел сюда. Он знал, что я здесь живу давно, он тут видел, как бы, меня с рюкзаком. И вот он, значит, пришел и начал бесцеремонно ко мне сюда наведываться. И, так сказать, ну, нарушать дистанцию. Похлопать сначала по спине, потом делать массаж шеи, потом поясницы. Ну, вот, короче, я приперся сюда в воскресенье без спроса, хотя я ему говорил, не приходи, я этот день у меня для ухода от суеты, так называемых. Он думал, что читать Библию буду, как бы. Пришел, ты что Библию читаешь? Я говорю, другую книгу, он бесцеремонно сел, говорит, ну, я посижу. Я говорю, я занят, он сказал, ну, я посижу все равно. А я тут лежал, загорал. Ну, ладно, все описано в этом рассказе. Ну, выводы, конечно, делать я не могу, стопроцентные, уверенные. Но мне кажется просто, что этот человек просто решил меня потребить как-то на свой манер. И вот все вот эти подарки, которые мне не нужны были, я этого не понимаю. И уж, коли ты хотел помочь мне, да, то какая разница. Ну, в общем, он взамен хотел меня потребить, как бы ставил помощь условиям, свою помощь. Ну, вот, Сергей, священник протестантский, приезжал. У меня с ним более-менее ровные отношения, человек интеллектуальный, но я предчувствую, что мы все равно разойдемся, потому что я, хоть я ему и говорю, и как бы его предупреждаю, что я библеист. Нет, то есть это не тот, кто много читает Библию, это не тот, кто верующий, как бы. Нет, этот библеист, это ученый, который много читает Библию. Ученый. Наука. Наука всегда основывается на опыте, на том, что можно повторить, на доказанных первоисточниках, на логике. И вот он как-то это не придает этому значения, и как-то поверхностно ко мне относится. И дал мне книжку такую, я уже забыл, как она называется. В общем, такая весьма опасная для людей агитка. Опасная, потому что она буквально сламывает психику, защиту людей и для привлечения новых членов церковь, так сказать. Ну, возможно, он, так сказать, ну не мастер своего дела, своего ремесла, но весьма подготовленный человек. Но ко мне он отнесся как-то, как-то неглубоко, я бы сказал. Если бы он прислушался к моим словам, он бы, ну, немножко по-другому. Он бы понял, что я никогда не стану членом никакой церкви. Потому что, ну, и опять же, я не буддист. Меня много раз в жизни спрашивали, ты кто? Ну, какой ты веры там, какой ты там, ну, последователь чего? Я никогда не ничей последователь. Я никогда никакой веры. Я не имею никаких татуировок. Я не имею на себе никакого имени. Собственно, и то имя, которое мне дали по паспорту, Александр, я его не люблю, потому что как длинные волосы от комаров. И вообще я не хожу к парикмахеру уже 7 лет, потому что я когда расчесываюсь, я просто вот так обрываю волосы. Этого достаточно. То есть я экономлю на парикмахере, и когда прилетают комары и кусают за шею, или вообще вот тут они кусают за щеки, я вот так вот волосы распускаю, вот так вот головой крутну, их нету. Ну, то есть это весьма, это природная вещь. Это природная. Это не относится ни к каким религиям тоже. Отстаньте все от меня насчет длинные волосы. Кстати, во Франции хорошо, и никто из французов не интересуется. Длинные волосы, никто не придает этому значения. И ни для кого это никакой не маркет тут здесь. Тут это как бы много ходят с длинными волосами, наверное, тоже экономят на парикмахере. Так, о чем-то, об этом, о библистике. Я очень жалею, что я, с одной стороны, я жалею, что я с 2015 года, вот уже 6 лет, 6 год, я не работаю с компьютером интенсивно. Есть специальные программы, которые сканируют Библии параллельно по многим словосочетаниям, по разным маскам. Там можно логические схемы даже запросов создавать. Есть такая программа BibleWorks. Я работал в 9-й, по-моему, версии. Наверное, уже есть и 10-й, 11-й. И я накопил очень много информации. И я дал выводы уже из этого огромного объема, этого айсберга информации. Вот эта верхушечка ей дал. Но люди не верят, потому что они основания-то не знают, этого айсберга. Вот мне Сергей эту книжку принес. Но она смешная книжка. Там просто почти в каждой фразе вранье. Ну, не то чтобы даже вранье, но просто искажение. Уже как бы такое получается в целом очень такое вранье. Нехорошее. Я, с одной стороны, жалею, что я не работал с летописями. Я не добывал эту руду, не обогащал эту руду знаний. Вообще, не то чтобы руда знаний, а восстановление истинного смысла Библии первоначального. Библии как летописи. Библии как научного текста. Библии имеется в виду научного относительно того времени научного. И действительно, в книге судей, например, есть и своды законов, и медицинские рекомендации. Точнее, даже законы, не рекомендации. Ну, и рекомендации. И вот я нарабатывал эту руду, и потом из этой руды я плавил как бы открытие делал. Я восстанавливал текст Библии. Это было очень неинтересно все. Это давало заглянуть в прошлое. И понять это прошлое как бы буквально как машина времени. Ты как бы туда... Ну, конечно, неоднозначно разные варианты прошлого, но ты не менее понимаешь общую канву, как это происходило. И вот это захватывало, потому что ты знаешь, как это было, а никто не знает. В этом есть, конечно, ценность. Это валюта. Такое знание – это всегда валюта. Только кто эту валюту сконвертирует, кому отдаст? Кто понимает? Кто этот бриллиант купит? Вот нищий крестьянин, у которого есть зерно, он бриллиант, может быть, не купит, он не знает, как его перепродать. Вот. Так же и люди в основном, они такое не воспринимают просто. Да, кстати, я все больше и больше... Да, вот я жалею, что я не работал и не сделал еще много-много открытий, но я сделал другие открытия. Пожив столько лет в скитаниях и пожив здесь четвертую зиму в Страсбурге, по Страсбургам в лесу не по своей воле, как беженец, повторяю, это как в России заставляют повторять, что организация такая, это террористическая. Так же я постоянно повторяю, не по своей воле я здесь. И доказательства этому я опубликовал. Но я сделал другие открытия, и они, наверное, изменят мою жизнь еще больше. Я с большим... Раньше я даже думал оставить библиистику. Библистика, библистика, и мне это, в принципе, многое, что стало понятно. Я мог бы параллельно какое-то время уделять, потому что никогда не стоит бросать то, чем ты долго занимался. Потому что очень трудно возобновить опять. Я бы продолжал работать в этой сфере как хобби, но я бы с большим интересом... Я бы хотел создать энциклопедию лжи, но коротко название, но смысл-то очень глубокий. Ложь – это оружие. Ложь – не хорошо, не плохо сама по себе. Это как огонь, это как атомная энергия. Это не хорошо, не плохо. Это инструмент, это оружие, это энергия. Ложь – это, как и правда, это энергия. Я бы сказал, это две стороны одной монеты. Ложь и правда – это все энергия. Ложь и правда. Имея ложь и правду и умея пользоваться, мы можем действовать как-то. Воздействовать на окружающую среду. И вот как эта ложь осуществляется? Как осуществляется манипуляция? Это давало бы понимание, как от них защищаться и как взламывать ее, и как этот туман лжи, эти наносы, как кальмар выпускает чернила, как это все развеивать, как видеть сквозь это, как дельфины ультразвуком освещают вокруг все себя, в океана, так и можно было бы видеть правду. И меня захватывало это. И это тоже был бы инструмент, опять же, для исследования, для восстановления библейского текста. Библейскую я имею в виду не только саму Библию. Много апокрифов и Коран, и все абсолютно все. Это все Библия, это книга, древняя книга, летопись. Так что нельзя сказать, что я доволен или недоволен. У меня нет никаких эмоций на этот счет. Доволен я, что я потерял здоровье свое здесь, или я этим заплатил за то, что я узнал. Ведь в мучениях, в страданиях именно я и узнал. Я бы не смог, не заплатив своим здоровьем, о чем-то узнать, потому что только страдания, только помещение в ту ситуацию, когда ты чуть ли не умираешь, и смерть перед твоими глазами, буквально гибель, я бы сказал, не смерть. А ты видишь, что ты умрешь, но не видишь мгновение смерти, а видишь путь к смерти. Это туннель такой, или обрыв, где ты не видишь сам обрыв, но ты видишь, что это туда, в бездну, в пустоту идет дорога, и она скоро закончится. И вот это потрясает. И только на пороге смерти некие откровения мы можем видеть. выделяется достаточно энергии, ты преодолеваешь этот барьер непонимания, и видишь то, что не видит обычный человек. Да, я научился понимать то, что люди очень примитивные существа, очень примитивные. И я такое же примитивное существо, но, я бы сказал, допустим, как, имея даже калькулятор какой-нибудь, мы можем произвести очень сложное вычисление, но которое компьютер сделает за одну секунду, а мы вручную с калькулятором сделаем за день. Но это не значит, что калькулятор глупее компьютера, как бы. Это получается, что просто больше ушло времени. Так и я, я лично, я простой инструмент, но потратив здоровье, потратив свои переживания, свои эмоции, свою энергию и достаточное количество времени, я смог бы добыть только такую истину целенаправленно, как какое-то существо, может быть, даже гораздо более высокого уровня. И в этом ценность. И вот это я даю в сжатом виде где-то. И, возможно, через десятки лет кто-то, наконец, поймет истинный смысл того, чего я рассказывал. Но просто большие тексты никто не читает, а в сжатом виде никто не понимает. Кстати, сам я, читая Алмазную сутру Будды, в которой утверждается, что который бы понял бы хотя бы какую-то часть ее, он бы продвинулся очень далеко по пути Будды. Я, конечно, вывихнул свои мозги, наверное, когда еще тут загорал, когда было солнце. Сегодня, кстати, удивительная погода. Влажно, что я люблю, влажность я люблю легким легко, чисто, воздух довольно-таки чистый, ветра нету и тихо довольно-таки, потому что людишки, они в такую погоду, им прохладно как-то, слякотно, и они, ну, меньше шумят. И как-то никто не припрется. В общем, хорошо, спокойно. Да, и вот вывихнул я буквально мозги, потому что те, кто переводили текст, они не понимали, что они там переводят. Они брали из словаря какие-то значения слов, там же наверняка в словарях десятки значений слов, и получался некий очень уродливый смысл. И истинный смысл было очень трудно понять, потому что надо было перебрать кучу комбинаций этих подразумеваний, которые даже не знаешь других значений этих слов, понять, что же там могло быть. И когда мне удавалось понять, я осознавал, что другой человек, который был менее настроен на такой подход, на такое ведение текста, и у меня же очень большой опыт восстановления библейского текста, когда я переводил одну и ту же фразу, и я до этой фразы еще весь контекст уже, целую главу так переводил, допустим, в 12-15 библиях на разных языках и разных народов именно тех основных библий, которые считаются очень уважаемыми, например, Аштрожская библия на церковнославянском языке, или Латина, или Вульгата, или Вайклифт, там английская, или Лютер, Лютера немецкая библия. Я находил какой-то смысл, а иногда я привлекал до 100 библий, и когда все-таки не удавалось что-то понять, и когда я открывал этот смысл, другой бы человек никогда, и сто раз, и тысячу раз, прочитав Библию, никогда бы не мог бы проникнуть в смысл, потому что он не смог бы вскрыть этот смысл, этот искаженный, этот испорченный смысл, я бы сказал. И вот с горечью я понимаю, что для того, чтобы мне проникнуть в алмазную сутру, мне придется читать со словарями оригинал, потому что эти люди, ну, например, переведу вот такой пример, когда люди даже на поверхности лежит смысл, они переводят абсолютно как-то неправильно, абсолютно не понимая. У Джодасена есть песня, «Летэ он диэм», «Индийское лето». В ней поется, что встретились двое, где-то на побережье моря, видимо, осенью, такой сезон, который называется «Бабье лето». «Бабье лето» – это, по сути, второе лето. И вот они, ну, он ее полюбил, возможно, они оба полюбили друг друга, и они разъехались, видимо, это был сезон отпусков, отдыха, и он о ней вспоминает и поет. По сути, это второе лето жизни. Первое лето жизни – это зрелость, это молодость, лето. А второе лето жизни – это, ну, когда уже дети подросли, когда, допустим, люди развелись, вот это вторая молодость, когда люди еще более-менее молодые, но они одиноки. И вот какой смысл. Ну, в песне это «Летэ он диэм». В Канаде «Летэ он диэм» – это как раз и есть «Бабье лето». Но «Бабье лето» – речь-то не об этом, не об индийском лете, речь о второй молодости. Почему бы не перевести название песни «Вторая молодость»? Или, например, «Снова молоды». Тогда бы, ну, люди бы более глубоко понимали смысл. То есть тут все на поверхности, и все равно переводчик переводит так, и никто его не поправит. Кстати, я как-то переводил песню «Штиленахт». Немецкая рождественская песня, оригинальная немецкая. Я переводил на русский язык, и какая-то женщина на стихи, по-моему, на стихире, да, она написала, что перевод мой неправильный. А я перевел, сделал два перевода. Один перевод смысловой, ну, просто один к одному, дословный, как он идет. А второй перевод поэтический. Ну, она и тот, и другой, ну, какой-то из них, по-моему, все-таки она смысловой даже забарковала. И мой поэтический перевод тоже очень близок по смыслу к оригиналу. И отослала меня к переводу, который по смыслу абсолютно другой. И сказала, что вот правильный перевод. То есть она даже не знает, что эта песня в оригинале другая, но она привыкла к этой песне на русском языке. Она считает, что это канон, что это правильно, и другого быть просто не может. Вот правильный и все. Ну, вот с такими-то, кстати, приходится иметь дело. Да, вот недавно я на 2 час опубликовал свою тему в разделе дневники. Не знаю, наверное, иногда мне требуется все-таки чье-то мнение, чтобы сделать какие-то поправки, чего-то. Возможно, я эту тему удалю, потому что у меня просто нет времени общаться с людьми, с теми людьми в таком стиле, стиле, как бы трезвонство. Слишком мало времени. Не могу я читать других людей. Очень много времени требуется на это. Но вот сейчас приближаются праздники. Во Франции это тоже праздники. 1 мая тоже здесь, по-моему, какой-то там праздник международный, тень труда. И 8 мая очень большой праздник, когда не работает транспорт, даже в Страсбурге никакой. Возможно, это они сольют с выходными, и Марк мой уезжает, который аккумулятор разряжает. Поэтому я, наверное, на эти майские праздники я буду, так сказать, поститься. Ну, опять слово, нет слова передать это. Как это? Нормализоваться. Вот именно, когда человек не ест, просто пьет хоть немного воды, его функция организма как-то пытается нормализоваться, потому что уж очень у меня здоровье слабое. Но у меня осталось 2 килограмма квашеной капусты в погребке. И сначала мне придется ее съесть, видимо. Потому что, ну, она довольно-таки дорогая. Другой не было. Просто супермаркет, когда я заказывал по 5 еврокило. Ну, поэтому, наверное, дня 2-3 уйдет на это. А потом я попощусь несколько дней, и как раз я сэкономлю энергию, пока Марк не вернется из отпуска. Они куда-то в горы уезжают, где они встречаются семьи, их родственники вместе встречаются. Очень хорошая традиция, кстати. Кстати, у них там свой дом, который, видимо, стоит пустой, или они сдают его. Они в этом доме все встречаются, очень много людей. Вот. Ну, в общем, хоть и... Да, и, кстати, в последнее время моя почечная недостаточность опять начинает возвращаться. я не знаю почему. Я подозреваю, что я строгаю ее, допустим, дешевой колбасой, вот, которую я заказываю в супермаркете, копченой. Видимо, ее делают из сухожилия, из какой-нибудь фигни, с добавками чего-то, и что-то влияет на мои почки. Вот чай сегодня. Ну, в общем, почечная недостаточность у меня целиком пропала. Прям 21 декабря, когда я облился ледяной водой, видео есть, кстати, на ютубе, отмотать можно немного, резко пропала моя вторая стадия уже была, почечная недостаточность, и резко все нормализовалось. А потом она потихоньку раскрутилась опять. И сейчас мне опять становится плохо, и я не пойму из-за чего. Почему я опять хочу поголодать? Поголодать и поменьше... Когда голодаешь, меньше выделяется вредных веществ, почки меньше нагружаются, требуют меньше воды, вредные вещества воспринимаются организмом как жажда. В крови, когда много их, и пьешь воду, вода не успевает выводиться. Ну, короче, у меня нету заказных писем в коде паде, мне Фредерик вчера ответил. Поэтому еще недельку мне можно за почтой не ехать. Там есть несколько уведомлений о вручении моих писем. Видимо, какие-то есть ответы. Она мне сообщила, что нету заказных писем. Но она ничего не сказала о том, какие письма у меня есть. Видимо, что-то есть такое, что она бы, может быть, не хотела, чтобы я получил. Она такая, так сказать, не очень... Я ей не доверяю уже давно. И тоже все написано в тексте о том, как надо мной начали осуществлять репрессии здесь, в городе Нанси. Там описано, как оно все начиналось с ее участием. И именно она ключевая фигура того, что репрессии начались и того, что репрессии продолжились. Вчера была годовщина смерти моего брата семь лет назад. Он ушел из жизни. Да, вот правильные слова. Он именно ушел. Он именно ушел. Но он не хлопнул в дверь, он ушел из жизни. Он не умер. Он ушел из жизни. Это разные вещи. И, конечно, когда у меня был брат, я чувствовал некую стенку, которая меня отделяла от жестокости этого мира. Какую-то надежду я чувствовал, что он все-таки станет вести себя как брат. Но он предал меня в 1993 году. И с тех пор мы отдалялись и в последние годы мы общались очень редко. Раз в пять и раз в десять лет. Имеется в виду лично. А по телефону ну, чаще, наверное. Раз в два-три года, раз в год. Да, и вот десятого числа будет годовщина смерти моего отца. Это тоже трагедия для меня. И я был первый, кто увидел его мертвым. он тоже ушел из жизни. Кстати, вот через три года, если я еще доживу, я переживу и отца, и брата. Отца я уже пережил по годам. И вот брата тоже могу пережить по годам. Имея такую жизнь, то есть и плодов, ну, не как детей, а вот плодов таких творческих я имею несравненно больше, чем они. То есть они вообще ничего практически не оставили, кроме меня. То есть мой отец. а брат, вот у него один сын. Ну, а я после себя оставлю что-то такое. И вот почему-то я люблю май. Я родился в мае, 25 мая 70-го года. Видимо, люблю цветение, люблю такую погоду, когда и не жарко, и не холодно. Люблю надежду, люблю начало каникул. А 25 мая заканчивался как раз учебный год, это был последний год, и мы практически не учились, и один-два урока, что-то такое, потом линейка, и уроков, по-моему, даже не было. Я уж не помню точно, по-моему, не было даже. Нас собирали там и на линейку, и до свидания. И поэтому получалось так, что я, ну, мать, наверное, не хотела, но она не давала мне конфет, чтобы я дарил, ну, и поэтому меня никто не поздравлял. Ну, а я был доволен, так сказать, что не привлекаю ничего внимания. Хотя, да, родители иной раз, они такие бедные дети, они живут иногда как сами по себе. А не как трава. Вот семя упало, и она, трава уже растет сама по себе. Как ей повезло. Вот. Ну, в общем, про политику, если затронуть, да, это, ну, что дневниковое, сегодня сварил и гречки. Поел сухофруктами. Сейчас сварил пять яиц, ну, потому что колбаса, это такое дело. в общем, да, и буду, вот, квашеная капуста у меня есть. Вот, буряк вареный, свекла вареная, продаются тут в пакетах таких и запаянная, в пакетиках. Ну, горошек зеленый, ну, в общем, такое я ем. Картошка есть, килограмм пять, но, ну, я ее не особо ем. вот, она у меня там будет долго лежать, наверное, очень долго. Надо на нее, в общем, подналичь. Завтра, в субботу, я, наверное, поработаю с текстами, потому что я пока не голодаю. Может быть, в воскресенье я буду уходить от суеты, а может быть, и даже и не в воскресенье, а может быть, всю следующую неделю я, ну, короче, несколько дней я попытаюсь. Два года назад у меня исчез день, потому что я целый день уж уходил от суеты до того, как бы, то, что он, я просто не помнил, что я делал в этот день, потому что я не касался предметов буквально. То есть предметы, для меня, это было что-то из другого мира. Это был материальный мир, а я был в другом мире, поэтому я, ну, вынужден был передвигаться, как бы, ходить, потому что, чтобы кровь ходила, чтобы гиподинамии не было. Вот эти вот, я не знаю, как их назвать, зверьки. Такое слово, когда я работал в краесуде, в Старопольском, судьи называли этих людей зверьки. Вот эти зверьки тут ездят. На мотороллере недавно какие-то смуглые, не европейцы ездили, ехали на мотороллере двое молодых, и один так мне. Мол, уйди с тропы. Я с костылями вынужден был, там узкая тропа довольно-таки. И вот так вот тарахтел же этот мотороллер. И они туда-сюда, по узкой тропе, люди ходят, они их, так сказать, я людей, несколько человек спросил, мне повстречались, я говорю, что это хорошо, что ли, вот они ездят. Нет, это плохо. Одну спросил, а что, может, полицию позвонить? Ну, позвони, если попробуйте, говорит, сама усмехнулась. Ну, они не понимают, эти зверьки, они ездят по полю, с, там, что там, какие-то злаки посеяны, говнюки. Я их не боюсь, я их ненавижу. Моя ненависть, она заменяет ложь. А если люди гуляют, а если с детьми гуляют, а если с собакой гуляют? Ну, хорошо, что у меня есть мои мачете. Хорошо, что у меня есть моя ракетница. В общем, я как-то, не то чтобы отобьюсь, но я как-то себя чувствую, как бы, я не думаю о том, как бы, убежать. Я думаю о том, как бы, что-то взять в руки, хотя бы палку взять. Вот. Так что, Марк мне исправно притащил аккумулятор, энергия у меня есть. Ну, вот гуляет кто-то. А тут в соседних коттеджах тоже есть животные, я даже думаю, может быть, они не французы, кричат как, кричат импульсивно дети. То есть, кричат не так, что как бы приятно их слышать, а кричат как-то, как собака лайт, оглушает она, например, другую собаку или другое животное. Она как-то лайт, она как хлопок какой-то, как звон кастрюлями, оглушительный. Так и дети эти кричат. С такими, ненормально как-то, не как дети, какие-то, чужие какие-то. Ну, а что ты туда-сюда, сука, ездишь по тропе, по которой люди гуляют только? Это прогулочная тропа. И еще напередит своим этим выхлопом, выхлоп весьма неприятный. И он будет еще долго стоять на тропе, нету ветра-то. Все это дерьмо надо вычищать из Европы, такое мое однозначное мнение, или выселять их в резервации. Если человек пойман на попирании окружающих, он должен покинуть это место. Должны быть какие-то общины создаваться, чтобы в этом доме жильцы голосованием решали, что кто там должен съехать, даже если он купил квартиру. Чтобы они... Ну, ладно, не буду я уже об этом. Это просто мое такое раздражение этим говном. Но оно сюда не суется, это говно, потому что я не церемонюсь, потому что я не боюсь их. И я буду их отсюда выбивать палками, если они сюда сунутся ко мне. И они это знают, поэтому тут ловить, собственно, нечего. Они думают, я нищий, слава богу, пусть так думают. Хотя тут, если бы они на меня напали, могли бы чем-то поживиться. Но во Франции хорошо работает полиция, в принципе. Когда захочет. Ладно. О политике, да, я хотел... Ну что, Навальный, на Навального свели, Навального сделали символом. И сейчас, как бы, то, что происходит, необратимо к Навальному прибивают, так сказать, душонки этих быдлят. Прям буквально привязывают к Навальному. Ну, выбора им не дают. Вот Навальный и все. И все пропагандоны за Навального. Причем они так стыдливо, что даже... Ну, ладно. Все равно, кому это я рассказываю. В общем, весьма умело срежиссированная вещь. Когда протест весь свели в одну точку, а потом, так сказать, ее туда. Ее все туда потекло. Вот джина в бутылку, так сказать, отправили на какое-то время. И потом успеют они горлышко закрыть. Ну, потом бутылку может разорвать. И тогда опять будет как-то этого джина, другую какую-то бутылку пытаться увлечь. Так что с ним все просто. С Навальным все остальное, все другие, какие-то возражения, какие-то доводы, они, так сказать, уровнем ниже вот этого всего. Да, ему позволили развиваться, да, ему подкидывали информацию, да, на него нападали до, так сказать, до определенного предела, делали какие-то нападки на него, но оставляя невредимым в целом. Ну, ладно. Так что мне это неинтересно, и когда я смотрю сейчас пропагандистов, этих, Венедиктова сначала я с интересом слышал Латынину, слушал Латынину, но потом, когда я понял, да и она вообще как бы невыносима, когда она ударяется в историю, но это что-то такое, блин, несет какую-то прям чушь иногда в той теме, в которой я знаю. Именно там, где я знаю, она несет чушь. Естественно, я предполагаю, что она и в других, во всех темах несет чушь. И вот она стала буквально невыносимой, токсичной для меня, она навязывает свою ложную точку зрения, отрабатывая за путинистов очень хитро. Лая на Путина, в целом, в главном, она за него, вот так сказать, пропагандирует. Также и Венедикт тоже очень, как Ленин говорил, если вы хотите преуспеть в каком-то деле, возьмите туда еврейчика. Или в комиссию, или куда, хотите, чтобы там работало, чтобы был результат, возьмите туда еврейчика. Вот самые продвинутые евреи у нас в пропаганде работают. И все, и же с ними, так сказать, тоже отрабатывают. Даже вот на горе Каспаров тоже как бы с каким-то боком отрабатывают. Я думаю, вот такие люди, которые хотят славы, хотят быть незабытыми, хотят где-то трендить, раздаваться в мире. Это их используют, пользу, дают им, опять же, высказывать свои критические точки зрения, довольно-таки опасные, видимо, ставя им какие-то правила. Например, сказав им, что вы не будете называть президента террористом, например, или еще какие-то небольшие правила. И в итоге их, в общем, выступление стравливает пар, но оно не влияет целиком, не контрпропагандой является. Просто стравливает пар. Вот так все они, и даже украинские берут тоже. То же самое, какие-то им условия ставят. И, возможно, если они нарушат эти условия, дальше они по эху Москвы уже так часто не прозвучат, а, возможно, вообще уже никогда не прозвучат. Очень-очень-очень умело и тонко механизм и агрегат такой создан пропагандой. Чем более современность умнее, тем эти власти, эти паразиты тоже становятся умнее. И так постоянно. И современники, поэтому всегда они в большинстве своем не сведущие, что же творится вокруг. И когда только прошло уже несколько поколений, возможно, все открывается, даже одно-два поколения. Все становится понятным. А когда ты жил в это время, ну, невозможно. Так вот, почему Будда называется тот, который скинул покрывало с этого мира, сдернул покрывало, потому что Будда не привязан никому ни к чему. Вот я приводил пример. Сергей мне вот, священник, приносил еду, помогал, старожил в лагере и принес эту агитку. И вроде как по дружбе я должен похвалить эту агитку, таким образом сломав внутри себя какую-то мелочь, маленькую, которая даст червоточину во мне и разъезд всего меня. Поэтому и я вот так вот делая мои какие-то такие публичные записи, публикуя, я, если бы не упомянул бы про эту книгу, критично, я же все упоминаю такое, то опять же я бы в себе что-то сломал и уже я бы что-то не говорил, то есть уже я был бы не искренним, не откровенен и не говорил бы всего, что я раньше говорил такого. Поэтому придется мне, вот расстался я с Саидом, священцем, расстался я с этим Тьери, французом, расстанусь я с Сергеем, расстанусь я со всеми, со всеми, кто не то чтобы умышленно, но сам контакт с кем-то может меня разрушить внутри то, что я в себе храню. Буду уходить, удаляться от таких людей. Да Тьери дал мне фисташки, там я не открывал, детям отдам. И две шоколадки Сергей, священник, не взял, сказал, слишком сладкие тоже детям отдам. И сто масок там мне принес Тьери, и несколько зубных паст мне дал мой стоматолог. Что там еще? Бутылку сока. Что там? Что-то еще отдам. Вот если завтра они придут, отдам, попрощаюсь с ними. Ну что я скажу Микке? Микке я скажу только одну вещь. Микке, я приехал сюда в Страсбург, а здесь не самое лучшее место, здесь холодно, здесь ненавидят беженцев, здесь я подвергся репрессиям. Меня в Нанси отсюда отправляли, я вернулся в Страсбург. Я приехал сюда, чтобы быть рядом, потому что я обещал, я просто обещал тебе, что я вас найду и я вам помогу. И когда у меня стал жизненный выбор, куда мне ехать, я приехал именно сюда, чтобы им помогать. И у меня загорелось в сердце буквально, что это мои родственники. Я так себе и вел все время. поэтому никакие их ко мне претензии я не принимаю. Я ухожу именно в тот момент, когда я ухожу, а не когда они от меня уходят. Я от них ухожу, потому что их отец, он должен знать свое место. Он нету старшего, кто бы, кто бы, как сказать, кто бы замыкал эту цепь. Он, это пружина высвобил делать в нем. И она не приводит к детский механизм, который есть. Этот механизм очень сложный и нету той работы, которую он должен делать, как отец. Над ним должен быть старший. Меня они не принимают. Я не чеченец, не мусульманин. И я недостаточно, может быть, старый. Мне было бы лет сто, но восемьдесят. Может быть, они бы меня уважали. Может быть, и то я сомневаюсь. И вот я искал, им Саида нашел, кого-то еще пытался там. Никто никому не нужен здесь, в этом мире. Ну, никто никому, а неправильно я сказал, а трудно найти того, трудно найти сочетаемое, редкое. Вот этой семье нужен старший наставник, уважаемый. Нету. В данный момент нету. Я всегда, я много с Микой встречался по субботам, и мы говорили по часу, и может быть, больше. Я всегда его чему-то учил, и я сомневаюсь, что он хоть что-то запомнил, поэтому я не буду завтра, если они придут, чему-то учить. Я просто напомню, я скажу ему, Мика, я приехал сюда с одной только целью, вам помогать, забыв себя. И это меня спасло, потому что, помогая другим, я не думал о себе. Мои тяготы, боли, они были как-то вот в стороне, я думал о них. и я свою миссию я выполнил, дальше все, я ничего не могу больше сделать, от меня ничего не зависит, и они меня бросили уже. То есть, я просто отойду от чужих людей уже, они уже сделались, они себя сделали моими чужими, они себя сделали, я, я нет, я считал их своими, а они нет. я просто, как сказать, не буду навязываться, что ли. И назад пути уже, наверное, я думаю, что нет. Конечно, все возможно, но я не думаю, что это случится. Я сказал, что решение возможно, только в одном случае. Микки должен стать главным в этой семье, и старший брат должен ему подчиниться, потому что старший брат сделал то, опять же, не по своей вине, его потолкнули родители, возможно. Он предал, он предал того, кто любит его и его семью, он обманул, и так далее, я не буду уже, он предал. И поэтому он не может быть старшим в этой семье. И отец не может быть старшим в этой семье. И вот такая вот получается интересная ерунда. Вроде как, по ихним традициям так, а я говорю, что иначе. И я прав, потому что реальность, она не всегда такая, которую мы, так сказать, придумываем себе. Все должно соответствовать реальности. Мы должны соответствовать реальности. Мы не должны идти наперекор природе. И вот Микки отказался от этой роли, потому что его подмяли, он сломался. и я слишком, я был в нем уверен. Оказалось, что он сломался. Ему не хватило знания, ему не хватило, может быть, ему не хватило расположенности к мудрости, предрасположенности к мудрости. Он не любил, не любил читать книги. Так что это была иллюзия. Я слишком в него верил. Так что, когда он придет, то есть он придет со старшим братом, я просто скажу, что я приехал с этой миссией, миссия выполнена. И не я ухожу вовсе, я как бы просто я хочу поставить точку, я хочу, чтобы они больше меня не разрушали. Потому что последние три года они только меня разрушали. Вот этот гандон, извиняюсь, конечно, надо тоже здесь ездит не только здесь. Он ездит около жилых домов, коттеджей. Туда-сюда, сюда-туда. Я удивляюсь, это одни и те же, вот эти не европейцы. Вот этот менталитет. Ладно. И вот, кстати, мои чеченята тоже менталитет такой, что они на то, что я рассчитывал, я не получил. Я рассчитывал на очевидные вещи. Ты любишь людей, ты открыт перед ними, ты все им отдаешь, всего себя, и они плют тебе в душу и так далее, и так далее. Этого я не понял. Это их, видимо, менталитет, но мне сказал, я сказал их отец, ты русский, на тебе тоже наша кровь, и всю остальную чушь. Какая на мне их кровь? Ну какая, чеченцы, какая на мне их кровь? То есть, меня обвинил, что я получил за их счет здесь статус беженца. Как? Тем, что я им помогал? Как? Что это повлияло как-то на мое дело? То есть, меня обвиняют буквально во всем. Придумывают все, что угодно, лишь бы обвинить. Нельзя дальше с этими людьми контактировать мне. Я любил маленьких детей, но из них получатся такие же, потому что я увидел это в старшем такой же стал, Мику они подмяли, старшая девочка, и младший брат тоже как бы по этому пути идет, осталось только, ну, уже не бэби, и осталась только средняя дочь, может быть. Но и они, возможно, пойдут по этому пути, по пути ненависти к людям, только потому, что он другой национальности. Они не видят, что есть на самом деле. Они видят, он другой национальность, они не смотрят на него. Что он делает? Они не по делам судят, и их приучают детям к нехорошему. И я не могу, я не рядом с ними, их родители рядом с ними. Так что, многого я не скажу, я даже не буду узнавать, имеют ли они лично что-то против меня плохого, Мика или старший брат. Я называю имя Мики, потому что уже его рассказ на прозе.ру опубликован автор вас с этим названием Фантомный мальчик. Поэтому я называю его, имя открыто, только его одного. Я даже их не спрошу, потому что это не имеет никакого смысла, потому что я знаю, что за мной ничего нету плохого по отношению к ним. Ничего плохого я... Если ты любишь по-настоящему, если ты любишь для того, чтобы всю жизнь сделать человека счастливой, ты не можешь ничего плохого для этого человека сделать. Если твоя любовь длиной во всю жизнь, это только... Если твои, твои, как бы, чувства длиной в пять минут, или в полдня, или в день, или в неделю, или в месяц, тогда ты сделаешь плохое. А если длиной во всю жизнь, это и называется... Счастье это называется правильная любовь. И я любил их с тем учетом, что они сделают рай здесь, в своей семье, что у меня будет рай вместе с ними. Рай, ну как, в моем понимании, когда люди любят друг друга, когда они честны друг к другу, когда они порядочны друг другу, когда они сообща делают какие-то большие дела, великие дела, когда они сильны, потому что они вместе. А получилось совсем все наоборот, потому что я был бессилен этот хаос победить, бессилен эту ложь победить, задавить. И поэтому я ухожу. Это единственное, что я могу сделать, чтобы хоть как-то им помочь, опять же, чтобы им помочь, я должен преподать им этот урок. Жестокий для меня самого. Вот такое дневниковое получилось, как бы не дневниковое, но засниму я свой лагерь. В последнее время я стал немного без костылей ходить. 55 минут уже. И, наверное, темно было уже. Ну, мои сухофрукты надо зарядить. Ну, у меня после дождя такой порядок, потому что дождь, он моет мои штразы. Для птичек я наполнил ванночки, они моют, тут охлаждаются и моется блох. Вырос мой кустик, экибаны, которые я спас, выкинули его тут в коттедже. Вырос, наверное, вот настолько за этот год. На сантиметр 2-3. Хорошо растет в этом году. В прошлом году объели его улитки. Вот это что за растение, не знаю, тоже многолетнее, здесь вырастает постоянно. Вот я собираю вот таким образом тоже дождь, воду дождевую для рук в основном. Ну, она не грязная, там есть, конечно, бактерии, но там же нету вирусов или страшных каких-то там. здесь бардак, но с одной стороны псевдо-бардак. Вроде как кажется, бардак на самом деле хороший порядок, просто я знаю, где что лежит. да, вот я вот промываю вот так вот свои майки, потом я их просто выжимаю и они более-менее хорошие. Подождем полежать несколько часов, более-менее. сыра уже мало, практически нету. Сыр кончился. Вот мои лекарства лежат здесь, вот мои лекарства всякие разные. Уже темно. Вот. Да, коленки болят, но уже я чувствую, что все-таки там идет вроде как немного на поправку. Я забыл, сделал, но забыл мою любимую вещь с детства. Чеснок от слова честный. Чистить. Слово честный, чистить. Чистый. Вот. Вот в такой воду я мою руки. Ну и что? Там я... Вот сколько я воды собрал с одного дождя. Ну не все это, но литров, наверное, ну, 30. С одного дождя вот этот тент. Да. Тут уже дрова сгорели, надо докинуть. И вот так вот пробую. Тепло идет. Не, ну уже практически ничего нету. нет, так нету. Хотя еще дунуть, то возможно что-то еще там есть. Так. Кинуть хотя бы что-то. Хотя бы немного, чтобы разгорелось. И донуть. Да, что-то есть. Фу. Вот это я и кину. Не залазит. Ну ладно, пусть вот так-то. Ладно, все. Вот, приходил он лава-семи, порезал мне ножом дерево, я потом это все забинтовал. Поехали.